Фамилия, имя Вашество? Католевский Сергей Валерьевич. Как дела сужили? Как выпали войска ДНР? Значит, направлялся в направлении Святогорской Лавры, перехватили для того, чтобы был без паспорта, перехватили пленника вражеского разведчика. Неделю, ну, пять дней отсидел у них, выполняя хозяйственную работу, и в это время разбирались они со мной. После этого, значит, предложили вступить в ополчение. Я согласился. С какого числа, месяца Вы участник боец ДНР? Значит, со второго, сейчас, седьмого, да, седьмого июля. Где служили? Служил вообще в, значит, в Десне, ПГТ, Десна, Развитбат, где учебка, потом Кривой Рух. Понятно. Где служили в войсках ДНР? Значит, в ДНР Семеновский батальон. Расскажите, какого числа Вы явились под Широкино, и откуда Вы явились под Широкино, и в каких войсках, в какой военной группировке ДНР Вы там присутствовали? Значит, в Широкино мы ездили из-под Ленинского. Вот, непосредственно, наш танк заезжал на сутки в октябрь, ну вот, с октября перекинули раз на Широкино. Ну, там, в Широкино, значит, пансионат УТЕС. На каком танке Вы были? Т-72. Т-72. Номера есть какие-то? Номера были, но, естественно, я не запомнил. То есть, Вы танкист? Да. Расскажите про бой. Какого числа был бой, и какое Вы принимали участие в бою в Широкино? С 13-го, по-моему, 13-го числа, была поставлена задача загрузить осколочные фугасные снаряды, боекомплект, и выехать в Капонир возле блокпоста, обстрелять... Возле блокпоста где? По дороге между УТЕСом и Широкино, при повороте, там, дорога направо поворачивает. Ну, вот, с Капонира, подстрелялись по холмам, ну, вот, причем, когда доставать задача, было чуть подсказано по строениям и стрелять. Ну, вот, подстрелились по холмам. А где Вы получили танк? Танк получили на полигоне возле Таганрога, да, около километров 40, в Таганроге. Где Вы проходили подготовку на этом танке? Там же, на полигоне, в течение двух недель. Где Вы там жили, в Таганроге? В палатке, в военной палатке. В Таганроге Российской Федерации, да? Ну, полигон в Таганроге Российской Федерации. Понятно. Какое количество военных находилось в Саханке, в Саханке? В Саханку мы проезжали проездом, поэтому из нее... В Безыменном? В Безыменном, мы стояли в Денинском, за Денинское, можно сказать, и за Дзержинское. Каким орудием на момент боев под Широкино владели бойцы ДНР? ДНР, танки, это основное вооружение. Сколько танков? Значит, в общей сложности, ну, танков пять наберется. Вот, значит, АГСы, СПГ, РПГ, ПК, РПК, Калаш. Минометы? А, скажите, Ваш... Непосредственно в нашем подразделении минометов не было. Ваш танк имел какие-то знаки, различия? Восемьсот тридцать третий. Это было на боку? Да, на боку, если смотреть сзади, с левой стороны на ящике с инструментом. Ага. Понятно. А кто выдавал форму военного России? Ну, непосредственно в Донецке первая форма была выдана. Ну, вот, потом выдали помощью под сувор-могилой. И в октябре по возвращению с полигона до эфона. Инструктора, либо сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации присутствовали или замечали вы их на территории Украины? Ну, так, мимоходом, вот, в качестве... Ну, я не видел, чтобы они видели боевые действия. То есть, вы видели кого? Инструкторов? Ну, опять же, я могу ссылаться на то, что мне самому говорили. Ну, Гаврили, да, это типа российские инструктора. Все. Вот. Где не проводили инструктаж? Они проводили инструктаж, они просто там собернув. Они общались, как бы, с нашим командованием. Вот. Где это место, село, город? Ну, за все время, ну, раза три, были четыре, видел. Где? Сейчас, ну, один раз, это точно, это в октябре, когда нас забирали. То есть, поселок Октябрь? Да. Вот, поселок Октябрь. На Донецкой области? Да. Когда нас забирали на обучение Наполеона. Вы на своей боевой машине танк Т-72 заходили в Широкино? В Широкино и стали в центре, да. В центре, возле чего? Значит, там... В центре два памятника и амбулатория какая-то лечебная, вот, из-за них стали. А ваша должность... Командир танка. Командир танк, а оплату вам получили зарплату? Зарплату, значит, август 5000 гривен, октябрь месяц 1000 долларов, декабрь месяц 100 долларов и 1200 гривен. И куда эти деньги уходили? Ну, значит, я могу за себя рассказать. Купил фотоаппарат, вот, купил часы, вот, купил печку-буржуйку в блендаж, вот, и 400 долларов отдал, как бы, на общее пропитание. А, скажите, у вас... А, то есть вы скидываетесь на пропитание? Нет, ну, нас там бы, как бы, кормят, по возможности, скажем так. Ну, на всякий случай я это все делаю. А, еще эту купил... Волонтерского движения у вас там... Нет, купил еще эту, бензопил, на эти деньги. Как фамилии, имена вашего экипажа в танке? Фамилии имена там никто не запоминает, они не называют. Ну, как называют, ну, просто для списков отчетности, и запоминать никто там не запоминает. Да, значит, позорная, последняя у меня был Ли, боец, вот, члены, такого экипажа. Он, значит, наводчик-эператор. Вот, а механики-водители у нас постоянно менялись, вот, просто была какая-то текучка. До этого, значит, у меня было два бойца, это Балуй и Ясом. Вот, ну, они где-то пару месяцев назад, вот, уехали, без возвращения все. Мы сказали, как бы, поедем, там, через неделю вернемся, поехали, без возвращения. Много людей бежит из армии Новороссии? Ну, скажем, достаточно, там условия непонятные, и задачи накрабления там тоже непонятные. То есть дезиротерство присутствует? Нет, дезиротерство пишут рапорт на увольнение, ну, вот, их отпускают. А что, какой причиной являлось вас примкнуть к террористам ДНР? Ну, скажем так, на тот момент я видел обстрелную ворлоку, вот, причем, я так понимал, что это не терроризм ДНР делается. И поразмыслив, я принял решение, все-таки, вступить в воплощение. Ну, мотив какой был? Месть, возмездие? Нет. Мотив какой? Противостоять наступлению на родную землю. На наступление кого? Со стороны кого? Со стороны, ну, кто там, судя по новостям информации, до нас явно нас уходит, там, и по городке видеться обстрелы, ну, там, в воротке. Какие силы? Значит, это, сейчас, запад Украины. Кто там? Запад Украины. Не, ну, я говорю, я не хочу никого обвинить. Не, 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 мы понимаем все это. То есть, другими словами, это украинские войска? То есть, Украина наступала на... Не украинские, я сам украинец, я понимал, что это не украинские войска. А кто? Ну, мы их называем укропы. Укропы? Да. А кто по вашему укропу, просто, чтобы понимали? Ну, я просто наоборот в такой ситуации, там, где я не владею полной картиной происходящего. У вас был мотив пойти, слушать, защищать свою землю, как вы сказали. Защищать от кого? Вы живете в Украине, вы это признаете. Да. От кого защищать? От сил, да, от сил, которые неправильно владеют информацией, вот, и начинают обстреливать нашу территорию. Но я не считаю, что это делают именно украинские войска, потому что я, как таковых украинских войск я не видел. А, чьи войска видели? Не знаю, но это я, а не украинские войска. Я, Антон, не знаю, прошу. Начни. Я, Антон. Я, Антон. Я, Антон.